Во-первых, сроки. Сроки и качество – это определяющие моменты. У нас на первом этапе обращали внимание на строительство помещений, зданий, то есть формирование инфраструктуры, подготовки кадров, подготовки учебных ресурсов. Сейчас настал второй этап, когда полностью система и народного образования, и в основном высшего образования, она кардинально меняется. Принята концепция до 30-го года, которая предусматривает коренное изменение системы высшего образования. Все сводится к тому, что к 30-му году 50% выпускников школ должны учиться в вузах. То есть мы переходим ко всеобщему высшему образованию. Университеты принимают формат 3D. Это означает наука, интеграция науки, обучение, и все это должно выходить на практику, практическую деятельность. Если до сих пор мы спрашивали, чему он научился, что он знает, то теперь уже мы спрашиваем по-другому, что он умеет делать, какую продукцию он может выпускать. А вот в этом основная концепция, то есть практически ориентированная на научной основе и так далее. Мы переходим на кредитную модульную систему, полный хозорасчет. То есть университеты, они готовы без регулирования государства, сами себя обеспечивают. Деньги будут направлены на укрепление и материально-технической базы, и научной базы. Мы работаем с партнерами, которые в определенных сферах уже достигли определенных результатов. Мы работаем с их программами, мы работаем с их людьми. Для этого в Узбекистане создаются очень благоприятные условия. Например, заработная плата преподавателей вузов, она растет каждый год где-то на 100-108%, то есть удваивается. Чтобы не было оттока, образовалась конкурентная среда внутри. И чтобы другим высококвалифицированным преподавателям из других стран было интересно работать у нас. И эта тенденция, она уже идет. Допустим, очень много России, очень много специалистов из Южной Кореи, из других стран. Они с удовольствием приезжают к нам, работают и зарабатывают. Мы смотрим на мнение молодых. Это пульс. Это поколение, которое знает, к чему должны стремиться. Поэтому есть такая достаточно сильная стимулирующая система. Это когда молодые люди могут заниматься научной деятельностью, могут выезжать за рубеж и для стажировки, и для постоянной работы. Это система очень гибкая. Система у нас очень гибкая, и я рад за это. Государство все делает для того, чтобы молодые люди, они нашли свое достойное место и в сфере образования, и вообще в жизни. Все, все, все пути открыты для них. В России огромное государство. Я здесь, в Адыгее, впервые могу точно сказать, что в ментальном отношении между узбеками и адыгейцами никакой разницы нет. Такие же доброжелательные люди, такие же открытые люди, легкие на контакт, очень порядочные, культурные. Мы очень схожи. Ну, если бы того опыта не было, вот этих проектов бы не было. Я сейчас с 2002 по 2007 год я работал на этой должности, заведующем кафедрой. Потом работал в Министерстве народного образования, курировал науку, пединституты, институты повышения квалификации. Потом стал ректором Центрального института имени Аланя. Все время приходилось заниматься организационными вопросами. И вот тот опыт, который я применял, работая в предыдущем министерстве и будучи ректором, он очень сильно помогает мне здесь. Все новое в приграничных предметах, в приграничных сферах. Допустим, вот на отеле компьютерную лингвистику, здесь и лингвистику, и IT, и математика, и так далее, и так далее. Вот как бы вы сферу ни копнули, именно приграничные зоны, они наиболее перспективные, интересные, технологичные, практикоориентированные. И требуют от людей таких вот академических знаний. То есть знаний не в какой-то определенной области, а знания, глубоких знаний в двух-трех областях. Сейчас такой период, когда приграничная зона, приграничная деятельность, эта среда, она будет формировать людей достаточно с широким кругозором, с академическим складом ума. И это просто замечательно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!